В сети продолжается активное обсуждение специального репортажа расследования «Звонок другу». Наши коллеги собрали факты, объясняющие, кто и под чём заказывает музыку на акциях протеста в Беларуси. Почему на недавних так называемых маршах против декрета номер 3 оппозицию представлял всего один человек? И что там делали представители анархистских организаций? В репортаже приведены им телефонные разговоры, отвечающие на многие вопросы. ЗВОНОК ДРОГУ В трудной жизненной ситуации оказался и Николай Статкевич, о котором со времён 2010-го уже успели все забыть. Очевидно, он решил сделать политический камбэк. Причём самостоятельно, при этом умудрившись пнуть всех своих коллег по взгляду. О сплочённости оппозиции в такой борьбе за интересы простых белорусов можно забыть. Там давно растянули и деньги, и стулья. И теперь каждый за себя. И каждый хочет быть лидером своей акции. Вот как отзывается Статкевич о своём в прошлом соратнике Анатолий Лебедько. Лебедько подставился сильно. Ну, я его из-за вна вытянул в нюка, поставил помощь с собой, ротовал. А я он стал суперзменей, суперконгресса и так далее. И я вот это говно запихнул, я ещё не женщином был. Так, короче, чем я тебя поразил? Ну, я тогда не повадно, было другим. Блин, за лидерство выросла самая позвонка, шмакозявка, блин. На другом конце провода криминальный бизнесмен, человек, судимый за групповое изнасилование, Александр Сманцер. С ним в киевском ресторане накануне акции протеста встречался Николай Статкевич. Совпадение? Пожалуй, как и то, что во время акции мы увидели представителей той же анархистской организации, что в своё время на Киевском Майдане. В отличие от иных, пришедших на акцию, эти крепкие молодые люди не стесняются прятать свои лица. Возможно, слишком много сделано, а может, уже знают, что вернутся вдохновлённые Украиной? Вот сопредседатель молодого фронта, воюющий в батальоне правого сектора, даже не скрывает, что свои бойцовские навыки собирается применить и в нашей стране. Я посоветую ждать удобного момента и готовить силы. Я убеждён, что мой опыт и моя помощь, как помощь всех белорусских добровольцев на этой войне, ещё пригодится Беларуси. Для этого все мы здесь и находимся. Сказать, что фильм «Звонок другу» в интернете разобрали на цитаты, будет даже слишком правильно. Потому как те цитаты порой вырывали из контекста скорни. Не видя или не желая видеть документальных аргументов, как обсуждали вопросы финансирования. К примеру, кто будет оплачивать работу массовки и чей же кошелёк станет новым спонсором? Ведь тема декрета ещё актуальна, а лидерство удерживать нужно под любым предлогом. В Украине с такого же начинался Майдан. Обидно, что народ вышел просто высказать своё мнение, а оппозиция подключилась. А Статкевич, значит, по-вашему, герой, что ли? Да, ему кроме денег никакие к чёрту белорусские ценности и не важны. Запомните, все подобные акции, в первую очередь, это крупные гонорары в карман Статкевичу. И польза от этого всего только финансовая, очень ограниченному кругу лиц. Любые переводы социальных протестов политически не решают проблему, но раскачивают лодку и приводят к таким последствиям, как мы это видели в Украине. А в Украине всё тоже начиналось с романтическим налётом протестного флёра. Уже потом появились анархисты, жертвы и делёжка кресел на крови массовки. И в Минске всё проходит под прикрытием очередной благой народной цели, чтобы вернуться из политического забвения и оправдаться перед спонсорами. Ведь всегда должен быть тот, кому можно сделать звонок другу. Да заходи в кабинет, садись с чёртого кресла и сжимай кнопки. Итак, специальный репортаж расследования «Звонок другу» смотрите сегодня вечером в 21.40 в эфире СТВ.